Девушки отдыхают В Чите прошел краевой чемпионат по автокроссу Утром 22 сентября на перекрестке улиц Чкалова и Полины Осипенко в Чите столкнулись автомобили BMW Toyota Carolla Fielder Пострадали только пассажиры и водитель Toyota Один человек погиб, трое ранены Напомним, водитель сбежал с места аварии Его задержали только на следующий день Это все было утром в 5 утра Как только рассвет встал Я буквально через 5-4 часа уже пришел сам в полицию И рассказал обо всем, что я виноват Полностью признаю то, что сделал неправильно И я не опасен для общества Это единичный случай Для меня это такой же шок Я бы никогда не ушел с этого места преступления Если бы не был шоком в состоянии Когда подушка раскрылась Если бы ударился и выключил сознание Терял Ранее не судим, скрылся с места происшествия Поэтому следствие полагает, что находясь на свободе Егезерян, опасаясь наказания Может скрыться только на предварительное следствие И суда, оказать давление на свидетелей Либо терпевших, либо иным путем Поспрятаться к производству уголовного дела В связи с чем Егезерян представляет опасность для общества Поэтому необходимо избрать в отношении Егезерян Меру пресечения в виде заключения по стражу Избрание иной меры пресечения Более мягкой То есть уровень безопасности Я считаю, что это сообразно Суд решил Подозреваемый будет заключен под стражу на 2 месяца На срок предварительного следствия Вячеслав Бартийский, Евгений Погорелый, ЗАПТВ 20 сентября на своей странице В одной из социальных сетей Депутат Государственной Думы Забайкалец Николай Говорин Рассказал о благодарственном письме Полученном им от президента Владимир Путин выражает Говорину благодарность За активное участие в выборах Высшего должностного лица страны В 2018 году Мы попытались связаться с Николаем Васильевичем И узнать, за что именно получена Столь высокая награда Отвечать депутат не стал Комментарии мы получили от его помощника Мы решили, что говорить об этом в эфире Будет нескромно Если что, вся информация есть на сайте Говорина Прошу прощения и заранее спасибо за понимание Имя Николая Говорина сегодня на слуху В связи с нашумевшими изменениями В пенсионном законодательстве Напомним, наш земляк поддержал реформу И назвал ее необходимой Чем очень расстроил забайкальцев Предложенная концепция Пенсионной реформы Она вызвала в обществе Очень серьезный резонанс И практически все общественные силы Политические партии Активно обсуждали Эти новеллы Вы знаете, что 21 августа В Государственной Думе В расширенном формате Прошли парламентские слушания Где все абсолютно заинтересованные люди Представители различных партий Общественных движений Серьезно обсуждали эту тему Вносили свои предложения Мы вносили предложения буквально сразу Мы знали, что будет второе чтение Которое позволит внести серьезные корректировки В этот закон Но концептуально Реформа, естественно, была поддержана Поэтому она в Госдуме была принята Те поправки, которые Или те предложения Которые, безусловно, я думаю Станут поправками от президента Я их в полной мере поддерживаю Однозначно Но, тем не менее Мы работаем над своими поправками Мы очень надеемся, что эти поправки Будут также рассматриваться И могут быть приняты Это касается поправки Которые я озвучивал еще месяц назад В части населения Забайкальского края Мы считаем, что для региона Сибири Для региона Дальнего Востока И Байкальского региона Куда входит Забайкальский край Должны быть серьезные послабления То есть региональные аспекты Должны учитываться Забайкальский край вошел в десятку регионов России Самыми низкими тарифами на коммунальные услуги Такие данные приводят в своем исследовании Эксперты РИА Новости Согласно подсчетам, в среднем за услуги ЖКХ Житель Забайкальского края Отдает не более 7,6% От своего ежемесячного дохода В этом графике наш край на седьмом месте Скорее всего, составители рейтинга Пользовались официальными данными Которые предоставляет Забайкал-Крайстат В отчетах перед правительством России По словам сотрудников РСТ Забайкальского края Все тарифы установлены в рамках предельных уровней С учетом региональных особенностей Но от реального состояния дел Статистика все же далека Так сколько же денег отдают читинцы За коммунальные услуги Спросим у горожан Наверное, три с половиной тысячи Я думаю, если по бюджету честных людей Конечно, это бьет Потому что зарплаты у нас минимальные Вот даже не срее Ну, если вот все рассчитывать Все же относительно Ну, где-то около пяти тысяч Это объем по вашему бюджету или нормально? Ну да, можно было бы немножко поменьше А вы знали, что Забайкальский край Входит в десятку самых дешевых регионов? Дешевых? Да Нет, знаю, что дорогих, но не дешевых Ой, я даже не скажу Муж платит Ну, это бьет по вашему семейному бюджету? Ну, конечно А вы знаете, что Забайкальский край Входит в десятку самых дешевых регионов? Нет, не знаю Ну, вот как думаете, правда или нет? Нет, не правда, я так думаю Вы знаете, я, наверное, не скажу сколько Потому что супруга платит за все Ну, вообще, это бьет по семейному бюджету? Как-то обсуждаете? Вы знаете, очень сильно бьет по бюджету Потому что у нас в Забайкальском крае Ситуация практически, я бы сказал, критическая В этом плане Потому что если в Москве и зарплата достойная И пенсии двойные, значит, у пенсионеров То в Забайкальском крае такого нет Вот И несмотря на то, что у нас строится То один комбинат, то другой комбинат Ситуация у нас не улучшается Где-то около 6 тысяч зимой Это бьет по вашему семейному бюджету? Ну, естественно Если у меня пенсия всего лишь ничего Можно сказать по нашим меркам За двоих около 3 тысяч Это бьет по бюджету? Конечно Ну, все же дорожает А пенсия не повышается Вы знали, что Забайкальский край Входит в десятку самых дешевых регионов По тарифам по всей России? Неужели? Как думаете, правда или вы? Мне кажется, неправда Я жила в Новосибирске, но 10 лет уже назад И там было все дешевле Сюда приехала, все было дороже Даже хлеб был дороже У нас был 5 рублей, здесь 8 в те времена еще Юлия Сидельникова, Евгений Погорелый, ЗАПТВ В рамках проекта «Поезд дружбы», приуроченного к проведению Года России в Японии и Года Японии в России Забайкалья посетила молодежная делегация из страны цветущей Сакуры Визит носил не только познавательный, еще и спортивный характер Ведь подопечные консула Шибата Акиа провели совместную тренировку с дюдаистами Забайкалья Нас очень порадовал, у нас и наших воспитанников Потому что не каждый день случается такое мероприятие Мы очень рады Будем посмотреть, что они покажут Вы чего не ждете от, скажем так, первоносителей дзюдо именно? Ну, конечно, как и у каждой страны Сейчас идет чемпионат мира под дзюдо в Баку И там прямо видно, что каждая страна представляет свою школу Не только первоносители, но и Азербайджан, наши страны СНГ Участники Казахстана, Азербайджана, наши ближайшие сети, монголы У всех своя самобытность А это мы прямо окунемся к истокам Я рад, что дзюдо с народом читы Ваша земля отличается от Японии Масштабы и городской пейзаж совершенно разные Поэтому приезд в Россию станет моим жизненным опытом Куда Хиде Йоси, Энда Хаята и Кахара Чикара провели тренировку У гостей все особенное Даже обычная разминка имеет поистине японский характер Российские спортсмены многому научились Приемы новых друзей оказались несложными, но очень эффективными Действительно, такие сборы – это всегда полезно абсолютно для всех Очень много нюансов в дзюдо, вообще в любом броске Как и в любом начинании И очень много фишек они показывают Это будет полезно любому мастеру Самого разного уровня Очень понравилась техника исполнения приема подхвата То есть я сам его делаю, делаю с детства Но именно такого исполнения я не видел И действительно для себя что-то взял новое, буду пробовать Кроме тренировки, гости из Японии провели спарринг с дзюдоистой мечеты Я считаю, что российские спортсмены сильны и привлекательны для сильного дзюдо По сравнению с японскими Вячеслав Барнинский, Владимир Николаев, ЗАПТ-ТВ 16 сентября центр Улан-Удэ заполнился мощным ревом моторов Дрифт-битва собрала любителей скорости, драйва и гоночных автомобилей Ценители GDM-культуры и профессиональные пилоты выступили в парных заездах на выбывание Судьи оценивали технику выполнения заносов и поворотов по бальной системе Каждому из пилотов во время вбрасывания автомобиля в занос Нужно было показать все свое мастерство, чтобы набрать наибольшее количество очков Путем заведения автомобиля в клиппинг-зону Каждый из 10 пилотов-участников показал себя достаточно опытным гонщиком Я отмечаю практически всех пилотов, мне все нравятся Каждый участник для меня уже звезда, потому что он участвует в подобных соревнованиях Огромное им спасибо за то, что они позволяют нам ими восхищаться И создавать для них мероприятия На прочность трассу испытали ребята из Иркутска, Улан-Удэ и Читы Пилот, представлявший столицу Забайкалья, по итогам заездов в рейтинге победителей Встал на вторую строку Как рассказывает Георгий, весь секрет в дружной команде механиков и пилотов Огромное спасибо! Поправляю! Пилотовая ряда, очень хорошая, все понравилось, все вовремя, все хорошо Думаю, в следующий раз мы еще раз приедем сюда, чтобы выступить Больше всего мне пилот понравился из города Иркутск От него мы будем принимать большой опыт Как и машиностроения, так и управления Любовь к скорости дает возможность гонщикам развивать автоспорт Не только в Забайкале, но и по всей России Возможно, в ближайшее время Георгий Василюк заявит о себе в других, более крупных городах страны Тянут, потянут, а вытянуть не могут Такие репки достают в Чите изъем после каждого дождя Дорога превращается в огромную кашу Если легковушки еще могут сманеврировать, то грузовые застревают Надолго, как эта фура Наняли машину, железные дороги, чтобы доставить груз Поехали, в 6 утра засели посреди города, можно сказать Дороги вообще не делаются Мы с Нижнезаводского района ехали от Олегзавода до Борзи почти 6 часов Потому что дорог нету За что мы платим налоги, я ничего не понимаю Куда эти деньги уходят КамАЗ, поспевший на помощь, с задачей не справился Фуру и вытягивали, и толкали Безуспешно Лишь по 12 часам дня приехал Урал Он стал последней надеждой на спасение Такими зрелищами жители затоварного двора железнодорожного района Сыты по горло Спокойствия и тишина здесь не видели с тех пор, как перекрыли асфальтированную дорогу Вся нагрузка теперь на этой хлипкой узкой улочке, которая заменила трассу водителям и легковушек, и больших грузов Не дай бог что-то случится, либо пожар, либо роды у кого-то, либо здесь живут как пожилые, так и грудные дети Нам не пробраться с этой улицы Там собак куча, детей не отпустишь Уже обращались неоднократно, вплоть до Ждановой И никакой реакции Никто ничего не делает, не засыпают, не отсыпают Сколько уже просили, и бесполезно это все Буксуют не только фуры, но и чиновники По словам местных жителей, перед выборами заместитель главы железнодорожного района Алексей Пономарев Клятвенно обещал, дорогу засыпят песком Выборы прошли, обещания испарились После шести часов ожидания фуру все-таки удалось извлечь из ямы Урал помог, вот только состояние дороги ухудшилось Новый дождь непременно принесет новые плоды чиновничьего равнодушия Кто же придет на помощь очередной репке на колесах Гулял Хасова, Сергей Бумагин, ЗАПТВ Митинг объявляется открытым 22 сентября на территории всей Сибири прошли очередные митинги против повышения пенсионного возраста Чита тоже не стала исключением Еще одной причиной всеобщего возмущения стал рост цен на проезд в общественном транспорте На этот раз побороться за справедливость собрались представители партии коммунистов И в очередной раз встал вопрос о месте проведения митинга Со слов организаторов, администрация Читы уже неоднократно запрещала проводить подобные пикеты на центральной площади Объясняют они это тем, что такие мероприятия могут принести вред читинцам и гостям города Активисты протеста в корне не согласны с вердиктом администрации Но даже пройдя через судебные инстанции, коммунистам не удалось выбить место на центральной площади города Все эти события показывают, что политический кризис обостряется и усугубляется Кто в нем виноват? Кто виноват? Кто загнал нас сюда, на окраину города? И нам не дают центр, нас заставляют ехать в неудобное место именно сюда Мы доказывали то, что площадь не закрыта для прохода граждан Что в связи с окончившимся первым этапом строительства более 90% площади на данный момент свободно и доступно для проведения митинга Но суд пояснил это тем, что может нанести вред жизни и здоровью населения Забайкальского края Несмотря на то, что митинг проходил на КСК, люди приезжали сюда с разных районов города Больше всего митингующих задело то, что во время предвыборной гонки все партии без исключения высказывали свое недовольство по поводу реформы, продлевающей пенсионный возраст Сейчас же, когда выборы прошли, никто эту тему больше не поднимает Когда шла предвыборная борьба, мы из уст всех партий, всех депутатов, даже от «Единой России» слышали, что мы против этой пенсионной реформы Против угнетения, против цен, но это только мы слышали Прошли выборы, получили голоса и на сегодняшний день уже все молчат Если в других городах России подобные пикеты собирают по несколько тысяч человек, то в Чите в этот раз собралось не больше ста протестующих Видя развивающиеся красные флаги над площадью и слыша громкие речи, случайные прохожие подходили и тоже принимали участие в пикете Нас касается это вообще по поводу того, что бабушки и дедушки, они как бы тоже страдают из-за этого И мы волнуемся за свое будущее, потому что если поднимут 50% возраст, то наше будущее тоже будет пошатым И эта реформа очень касается не только меня, но и моих детей, поэтому я здесь сама Я против этих реформ и против доверия такой политики нашего государства Мы проезжали с мужем мимо и я решила узнать, в чем проблема, хотелось включиться в народ, что вообще происходит И я услышала людей, действительно они правы, мы хотим отменить пенсионный возраст Потому что у нас дети растут, мы сами еще молодые Уходить в 60 лет у нас люди не доживают до такого возраста У нас губернатор Забайкальского края делает все для того, чтобы у нас народ не ходил Хотя он должен сам быть первым здесь рядом стоять возле нас и защищать нас Мы его поставили для того, чтобы отстаивать интересы нашего Забайкалья Вижу только партии, действующие партии, это коммунистическая партия Бывшие яблоко приезжают А вот именно с администрацией я никого не видел, что кто-то выступал в защиту наших забайкальцев Наталью Жданову ждали и на предыдущих митингах, но встречи так и не случилось Не почтил своим вниманием читинцев и глава администрации Читы Олег Кузнецов Власти народ Забайкали по-прежнему живут в разных измерениях Виктор Соловьев, Сергей Бумагин, ЗАП-ТВ Пока на подиумах Милана дизайнеры с мировыми именами представляют ультрамодные тенденции грядущего сезона На читинских подмостках демонстрируют не только новые коллекции одежды В рамках недели моды в столице Забайкалья горожанам показали актуальные тренды и в сфере красоты Наши салоны представят новые тенденции моды, массажные кресла, новые направления немецкие, которых ранее в Чите также не было Я считаю, что забайкальцы на самом деле одни из самых модных людей Я была во многих городах России, и Забайкалье это тот город, где люди действительно следят не только за красотой, но и за модой в первую очередь Немного перчинки в сладкий ассортимент выставки добавили модели в нижнем белье Кружевной и атласно, ярких и пастельных тонов Тут своя, особенная мода, близкая к телу и такая интимная Одежда, стрижки, прически, они меняются вслед за каждым новым сезоном Оказывается, даже брови могут быть модными Тут самое главное не переусердствовать, иначе есть риск остаться совсем без них Разные женщины приходят, конечно, но в основном, да, девушки стараются ухаживать за своими бровями Ну только много, наверное, испорченных бровей детства, так называем, да, которые мы сбрили Вот над этими, конечно, нужно работать А в основном девушки с красивыми бровями, мне кажется, у нас вообще, в принципе, девушки все красивые, из Забайкальского края А вот чтобы руки были нежными, тут, как в сказке, нужна рыбка, только не золотая, а гора Руфа Эта процедура называется фишпилинг Фишпилинг – это снятие ороговешек чешуек кожи с рук, с ног, со всего тела с помощью рыб гора Руфа Вы знали, как прекрасно реагируют дети на данную процедуру, когда рыбки их просто целуют Одежда, белье, косметические процедуры и массаж Неделя моды в выставочном центре получилась действительно полезной А все потому, что каждый зритель стал еще и участником Гулял Хасова, Анатолий Мишаков, ЗАПТВ Автокросс вновь разбавил будни Забайкальцев Адреналин, пыль, рев моторов и визг турбин Такие выходные пришлись по душе и участникам, и болельщикам В щите состоялся финал открытого чемпионата на Кубок правительства Забайкальского края Ну, соревнования проходят в рамках заключительного этапа чемпионата Забайкальского края Однако, ну, на такой статус, несмотря на такой статус, приехало очень много гостей из разных регионов И вот Российская автомобильная федерация, так как в следующем году здесь будут в Чите проходить этапы отбора в Кубку России Послала меня на инспекцию трассы и посмотреть, на каком уровне проходят цены Да, ну и здесь очень много, на самом деле, гонщиков, все проходит на самом высоком уровне У вас есть появился купить, а поводить сегодня? Понравилось еще это выступление, какой-то гонщик? Ну, безусловно, видны мастера своего дела, и в каждом классе есть очень сильные пилоты И на самом деле, ну, вот так вот выделять кого-то Ну, вот сейчас идет у нас заезд Зилов, и, ну, лидирует Николай Глушков Это очень сильный пилот, и он силен как на уровне Забайкальского края, так и, я думаю, в России он очень конкурентно способен В финале судьи увидели спортсменов из Иркутска, Ангарска, Улан-Удэ, Шилки и Читы Некоторые гонщики солидного возраста разменяли уже седьмой десяток Есть совсем юные пилоты, но всех объединяет страсть к скорости Кубки и медали здесь второстепенные Участвую в двух классах, класс классика и УАЗики Вам мало одного класса? Да, в этом году купил классику и теперь участвую в двух классах Сильно отличается класс? Конечно, очень сильно отличается Там как бы полегче получается, здесь потяжелее, естественно Где страшнее? Да нигде, если честно, нигде не страшно Удовольствие, да, адреналин Вы сейчас победили, получается, правильно? Да Что вы испытываете? Вы такой спокойный для победы? Я испытываю удовольствие, естественно Но еще где-то отойти надо от этого Все равно усталость чувствуется, тяжело Но вообще я рад, конечно, очень рад А что для вас гонка? Жизнь, жизнь! Автокросс – это гонка, и в пылу азарта на трассе не исключены слишком крутые виражи А как получилось, что вы улетели? Ударил, а я пошел, он только зашел Видишь, узко, он мне хоп ударил, я сразу быстро поймал И все, и в сторону вытравил Да, он, видишь, мягко Все, он просто закрывался Я не пропускал А, видишь, база заходим, если переднее колесо заходит Я уже в центр зашел ему, он закрылся, видишь Молодежь, он волнуется Молодежь волнуется Ну, он молодой под Почувствовали удар сильно? Нет, не сильно Даже не заметили? Нет, так, чуть-чуть толчок Долго восстанавливать? Да, пилится так И все Ага На старт снова с ней выйдете? Да, конечно После жарких автобатарий стали известны победители Чемпионами Забайкальского края по результатам 2018 года стали Д-2 Классика Богодухов Федор Супер 1600 Замешаев Николай Суперавто Арапов Владимир Т-1 2500 Уазики Синатрусов Игорь Т-4-3 Зилы Глушков Николай Вячеслав Барфинский Владимир Николаев ЗАП-ТВ Если ты ребенок, то твое лето создано для того, чтобы строить шалаши, качаться на качелях и купаться в речке Но для шестилетней Тамары Штефан в этом году самого прекрасного времени года не случилось Лето девочка провела в больницах Сначала болячка показалась врачам вполне рядовой и совсем не страшной Мы обращались в больницу в Краснокамерске у нас И желудок лечили Желудок, печень, да что лечили Таблетки, считай, все это вот покупали Раз в больнице лежала у нас в Краснокамерске и все А потом съездила к бабушке в деревню напогостить Приехала, у меня глаз правый скосил Мне сказали, что в больнице, что так родила я ее Я говорю, почему я ее так родила-то Ну и давай снимки все делать Где-то появилась, что у меня с опухой, колбома мозга Ребенок Штефан Тамара поступила в отделение детской онкологии 30 августа 2018 года с диагнозом медулогластома мышечка Тамара была прооперирована в детской клинической больнице 8 августа 2018 года Сейчас получает химиотерапию Операция прошла успешно Однако маленькая Тамара до сих пор не вернулась в свое обычное состояние У девочки пропала речь На шесть дней пролежала в реанимации одна Сказала, вернется к разговору Мы еще соколы ставим Ну вроде бы начала букву говорить Да мама начала говорить помолеем А так молчим Еще недавно девочка готовилась идти в первый класс Учила алфавит и стихи Сейчас она вынуждена заново учиться говорить и ходить Не хочешь говорить? А ходить тяжело? Ножки не хотят себе слушаться? Но мы выздоровеем Молодец Сейчас Тамара нуждается в дообследовании и лечении в центре Рогачева Деньги нужны на анализы, проезд и жизнь в Москве Чтобы помочь, вы можете отправить сообщение на короткий номер 3434 со словом «Платеж могу» В сообщении укажите сумму, которую вы готовы пожертвовать 20 сентября Тамаре исполнится 7 лет И самым дорогим подарком для девочки станет, конечно же, шанс на выздоровление Наталья Протаковская и Сергей Бумагин Специально для проекта «Я помогу» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова